Чудеса случаются Нечто воскресшее обычно называется зомби И закопать его обратно, как предупреждают ужастики, будет практически невозможно И поэтому великому терпиле, народу Московии, предстоит немало подивиться Кубарем, укатившись на машине времени в свое дремучее прошлое Им предстоит осознать, насколько, оказывается, Россия была плотно интегрирована в мировые процессы И что, оказывается, это не отдельная планета, а маленький гнойный нарыв на теле мира И уж мир позаботится о том, чтобы изолировать себя от этой опасной заразы Так же, как он изолировался от СССР практически во все годы его существования Если кто-то забыл, как это было, то я вам сейчас напомню Вот, например, с чем у любого из нас ассоциируется слово «туризм» Ну, конечно, прежде всего с отдыхом, приключениями и впечатлениями Казалось бы, желание изучать иные миры, иметь возможность покинуть пределы своего дома Это одна из естественных, древнейших потребностей человека Впрочем, как и потребность этого самого дома, куда всегда хочется вернуться Но не тут-то было В СССР, чем естественней была потребность человека, тем больше ограничений она получала Но зато что-что о впечатлении у жителя Советского Союза за границей Было не меньше, чем у Алисы в Стране Чудес Помните кадры из знаменитой Гайдаевской бриллиантовой руки Когда Семен Семенович Горбунков собирается отчалить свою первую в жизни загранпоездку? Как волнуется его жена, отвечая за мужа корреспонденту на пристани? Даже не зная всех подоплек, явно ощутим подтекст Как бы Семен чего лишнего не сказал А то ведь первая поездка окажется и последней Чем грозило не вовремя сказанное слово советскому туристу? Каким был этот самый советский турист? И самое главное, что ставило в тупик советских туристов в Европе? Всем россиянам важно сегодня напомнить об этом Потому что их ближайшее будущее будет примерно таким же, как и у жителей страны Советов Ну, давайте-ка поподробнее Смотрите, это будет довольно интересный выпуск 1956 год Большая группа ведущих советских писателей и поэтов Среди которых такие светила, как Константин Паустовский Расул Гамзатов, Данил Гранин совершили путешествие за рубеж В программу поездки входило посещение таких городов, как Париж, Рим и Афины Для современного человека ничего особенного Однако тогда, в конце 50-х, как и в предыдущие 40-е и 30-е, а также и последующие 60-е, 70-е и даже 80-е годы Эти слова воспринимались совершенно иначе Как если бы сообщили, что вышеупомянутые товарищи покинули планету Вот что вспоминал из этой поездки лауреат государственной премии СССР Кавалер двух орденов Ленина и Красного Знамени, а то есть убежденный коммунист, Данил Гранин Когда мы потом рассказывали том, о что видели, нам не верили Да мы и сами пытались оправдать поразившую нас разницу и защитить нашу жизнь Не так-то легко было признать, что мы жили хуже всей Европы Нам надо было хоть как-то защитить наше сознание Ведь оказалось, что мы идиоты Что же поразило даже его закаленное в горнилах партийной пропаганды сознание? Возможно, эта поездка стала одной из отправных точек для изменения мышления Нечто за границей действовало на всех туристов страны Советов одинаково Заставляло забывать о «завидном» удовольствии носить в широких штанинах дубликат бесценного груза Советский паспорт Жители зарубежья называли приезжих папуасами Настолько далекими от цивилизации были советские гости Они ходили всегда грубками, под обязательным присмотром шустрых сопровождающих Всему удивлялись и, завидев прилавки с невиданными чудесами западной промышленности, кидались на все без разбора Девушки покупали ночные рубашки, думая, что это изысканные сарафаны и повсюду в них щеголяли Ни обещанной в кавычках партии нищеты, ни притонов, ни стонов несчастных эксплуатируемых Где передаваемая из уст в уста от старого младому страшилка про некое несовместимое с жизнью капиталистическое болотище Загнивающий запад, населенный буржуями Словом «буржуи» пугали не одно поколение советских детей В их сознании оно плотно слилось со словом «бабай» Некогда их изображали на агит плакатов в виде непомерно толстых, гротескных уродцев Платоядно покушающихся на пролетарское светлое будущее И вот они, буржуи Спокойные, улыбающиеся, холеные люди Даже неясно, как реагировать Радоваться или удручаться Для нас все это было откровением, вспоминает Гранин В Болгарии еще ничего себя ощущали Но когда приехали в Париж А уж когда попали в Рим и Афины То и вовсе испытали шок Ошарашенно смотрели друг на друга и не могли понять Где же тот самый прогнивший запад? Где человек человеку волк? Как мы прозревали и страдали, не понимали и терялись Пытаясь сохранить хорошее лицо С каким наслаждением мы выискивали Всякие безобразия Боже, какая была радость, когда увидели какого-то нищего Где у вас трущобы, спрашивали мы Потому что искали В чем же все-таки преимущества нашего строя О которых нам без конца твердили дома Искали их и не могли найти Обиды победителей на побежденных еще не было Она появилась позже, когда мы приехали в Германию Пока это было растерянностью советских людей Которых вдруг выпустили из клетки на свободу Олеся Домович рассказывал мне Как однажды шел по деревне И собака, привязанная к забору Стала наскакивать на него и лаять И вдруг веревка оборвалась Он остановился, а собака испугалась И побежала назад в свою будку Смелость ей придавала веревка Так и у нас, когда мы попали за границу Веревка оборвалась И мы побежали в свою будку Чтобы убедиться, что у нас не все так плохо Какие-то идиотки из нашей делегации Когда на капре два старика стали петь нам неаполитанские песни И мы слушали их с удовольствием Принялись критиковать Да что вы их слушаете Наши певцы поют лучше Мы ответили, что певцы может и лучше Но эти старики никакие не певцы Зато наши мужчины лучшие любовники, чем итальянцы Не сдавались они За что-то-то им надо было держаться Свалившиеся как снег на голову чудеса Изо всех сил зашоривались пропагандой Которую вели надзиратели групп Мол, все это одна сторона медали И все эти блага не для простого народа Однако чудо изобилия И отсутствие очередей в магазинах В которые мог зайти любой Сражало на повал Слово дефицит в богатейшей стране советов Произносилось, наверное, не реже, чем Ленин и партия Именно потому путевые заметки советской элиты Поэтов, писателей, артистов Так часто содержат вкусно описанные впечатления От гастрономического изобилия Запада А также удобной, красивой и, о чудо, общедоступной одежде Ведь в их стране, где все равны Такую одежду можно было купить Лишь в пресловутой сети валютных магазинов С нежным патриотическим названием Березка Не стоит и говорить, что попасть в эту самую березку Обычному гражданину было просто невозможно Да и не по карману Все равно, что за убежь съездить Советские шмотки Это издевательство над самим понятием мода И насмешка над веками человеческой шмоточной цивилизации В 70-х, 80-х ходил такой анекдот Иностранец в московском универмаге Видит невиданную очередь И интересуется Что ж такое могут продавать Ему отвечают Сегодня югославские сапоги выбросили Под словом выбросили Обычно имелось в виду то, что внезапно Какой-то дефицитный товар появлялся в продаже Иностранец рассматривает сапог и говорит Ну да, у нас тоже такие выбрасывают Саранчевая вакханалия обрушивалась на отели, где держали шведский стол Вспоминает гастроли Большого театра гениальная балерина Майя Пресецкая Оставившая потомкам блестящие, как и ее прыжки, мемуары В них с безапелляционной честностью Описывается неприглядная сторона гастрольного быта советского артиста В течение нескольких минут съедалось, слизывалось, выпивалось все почистую До дна Замешкавшиеся, проспавшие грозно надвигались на персонал Брали за грудки, требовали добавки, взывали к совести Позор Стыдобище Я же выписую то, чему сама свидетельницей была Свой родной Большой театр Но то же происходило с другими гастрольными группами А вот еще одно свидетельство эпохи Русский поэт и писатель Владимир Войнович Спасаясь от преследований КГБ Эмигрировал в США в 1980 году Конечно, первое время его советские представления о действительности Резко контрастировали с реальностью Совершая поездку в такси, он задал американскому таксисту вопрос Который казался ему вполне адекватным А мясо вы по карточкам получаете или по блату достаете? И очень удивился, когда не менее удивленный таксист Ответил, что мясо, как и все остальные продукты Он покупает в любом супермаркете Ну вот представьте себе, сказал писатель Что ни в вашем супермаркете, ни в следующем, ни в соседнем городе Нет ни мяса, ни консервов, ни колбасы, ни сосисок Да, ответил шофер Я слышал, что у русских с мясом не очень Но в конце концов Можно ведь есть цыплят? Писатель, у которого, как у многих в стране советов Замечательное чувство юмора Компенсировало отсутствие поводов для смеха Вспоминает Мы с женой очень смеялись, потому что таксист Почти слово в слово повторил высказывания Французской королевы Марии Антуанетты А чего это народ бунтует? Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные Да, советских людей не понимали нигде в свободном мире Да и как было такое понять? Уважаемые зрители, поддержите наш канал на платформе Патреон Ссылка в подсказках на экране и в описании к видео Широка страна моя родная Много в ней лесов, полей, рек Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек Поется во вдохновенной патриотической песне 1939 года Дунаевского и Лебедева Кумача о советской родине Ну, как с этим не согласиться? Особенно сегодняшней колокольни Когда эти слова читаются несколько иначе И почти от каждой строчки веет горькой иронией Все верно Советский гражданин на протяжении многих лет и правда не знал другой такой И вообще никакой Ибо его из этой самой страны никто и не собирался выпускать В лучшем случае предлагались эти самые леса, поля и реки И то за особые заслуги На протяжении 70 лет родина-мать тщательно оберегала своих чад От желания выйти погулять Колючей проволокой и безысходностью бюрократических лабиринтов Но вот незадача Как ни старались советские мифотворцы внушить обывателю, что проживает он в сказке Но со сказкой у совитоида тайно ассоциировалось трепетное слово «заграница» И стремление за тридевять земель в тридесятое царство носило характер хронический Не будучи в силах преодолеть естественную тягу человека к иным мирам Было сделано все, чтобы по отношению к ним выработать полное невежество А что делать? Ведь все могущество этой сверхдержавы и держалось на средневековом народном мракобесии Границы родины священны Значит все, что за ними грешно Интересно, что поколениями взращенный в атмосфере шпиономани Наученный подозревать тайного агента в любом человеке в темных очках Измученный постоянным страхом и унижением советский человек Однако верил, что есть еще что-то более жуткое Нельзя было допустить, чтобы народ прозрел А народ прозревал И довольно быстро Кстати, в отличие от сегодняшних времен Сегодняшние россияне прозревать даже и не думают Уже в 1934 году в Советском уголовном кодексе появляется новое понятие Измена родине Которое также включает и бегство за границу Это открывает неисчислимые возможности для удержания народа в патриотическом тонусе Ведь карался отказ от чести быть гражданином страны советов Расстрелом с конфискацией всего имущества Удивительно, но даже при жесточайшем отборе кандидатов на поездки Суровые меры наказания и опаснейшее почти обреченное предприятие побега Именно в начале 30-х численность невозвращенцев То есть тех, кто отказался вернуться в страну из легальных заграничных поездок Увеличилось более чем вдвое Согласно справке Центральной контрольной комиссии От 5 июня 1930 года домой не вернулось 277 человек Из которых 34 вроде как были ярыми коммунистами А теперь еще более шокирующие факты 1945 год Советский народ путем нечеловеческих усилий Одерживает победу в так называемой Великой Отечественной войне Казалось бы, теперь, когда преданность родине и отцу народов Товарищу Сталину доказана Теперь-то уже жизнь наладится Так, наверное, мог думать среднестатистический гражданин С насквозь промытыми пропагандой мозгами Но для разумного человека Его будущее было, если не ясно, то по крайней мере предсказуемо Еще свежи в памяти людей Насильственная коллективизация Большой террор Сталинские чистки Голод в Украине Блокадный Ленинград И безысходная нищета мирного в кавычках времени День, который приближали как могли Означал счастливое возвращение воинов домой Однако, правда, шокирует тех, кто привык воспринимать эти дни Сквозь призму старых кинохроник и фотографий Где запечатлены объятия со слезами на глазах, сединою на висках Безусловно, это было Но безжалостные документальные свидетельства Говорят о том, что не все воевавшие восприняли возможность вернуться с радостью Многие и многие предпочли остаться даже в стране лютого врага Первые послевоенные месяцы в Германии уже не вели никакого учета граждан Новой немецкой администрации еще не существовало А в советских войсках происходила реорганизация и праздничная неразбериха Точной информации, сколько красноармейцев осталось в Европе после окончания войны, конечно же, не существует По косвенным данным, согласно исследований военного историка Григория Кривошейна На 1 июля 1945 года в отчетах сотрудников НКВД числилось 212 400 военнослужащих Проходивших под определением неразысканно отставших от эшелонов дезертиров А еще ранее, в сентябре 1944 года, заместитель отделения отдела НКВД СССР по борьбе с бандитизмом Забоев Подготовил для руководства справку о численности дезертировавших из Красной Армии за 3 года Отечественной войны На тот момент их насчитали, сколько бы вы думали, 1 миллион 210 тысяч 224 человека Опальный эмигрант Владимир Войнович повествовал Прямо напротив нас живет Настя, бывшая колхозница из-под Харькова Во время войны ее тогда молодую девушку немцы угнали в Германию После войны домой не вернулась Здесь ей было не сладко, но и на родину ехать не решилась Опять в колхоз, где она гнула спину от зари до зари и с голоду пухла Где ее отца неизвестно за что и неизвестно куда она совсем увели Да и ее судьба после возвращения была бы вилами по воде писана Сталин не любил людей, которые в чужестранстве побывали Хотя бы и не по своей воле Не любил не только тех, кто против советской армии сражался или еще чего делал враждебного Сталин не любил всех людей, которые видели западную жизнь И могли сравнить ее с советской Возвращаясь к теме закрытости границ Нужно упомянуть, что подобная замкнутость уже не впервые наблюдалась в истории России Жуткая в отношении вольности дыхания эпоха 16 века Тоже характеризовалась полностью закрытыми государственными границами Такая мера была предпринята Иваном Грозным не только чтобы пришлых в страну не пускать Но чтоб и своим не было соблазна заморские страны повидать А как известно, товарищ Сталин испытывал к товарищу Грозному особую симпатию И некоторым образом себя с ним соотносил Особенно удачной мудростью кровавого Ивана он считал именно закрытие границ Но почему бы и не повторить историю? В России традиции чтутся как нигде Итак, для того чтобы свести мысли о размерах и возможностях земного шара в советской голове До минимальных показателей Пропагандистская машина создала для него поражающую воображение систему ограничений на выезд И имя ей Фантасмагория Уже с конца 1920-х Выезд, но только в пределах СССР Могли себе позволить лишь отличившиеся ударники труда и преданности Мочь-то могли, но под суровым присмотром Еще и выполняя задания родной партии В конце 20-х, начале 30-х годов Советские власти целенаправленно ставили туристическое движение на государственную службу Ну ладно, хоть какое-то разнообразие в серых советских буднях Следуя указаниям свыше, туристы во время путешествий по Союзу составляли карты местности Разведывали залежи полезных ископаемых Осваивали навыки выживания в дикой природе А также повсюду несли благую весть о партии в виде общественно полезной работы Например, в отдаленных поселках организовывали агитационно-пропагандистские вечера и концерты Из этого понятна степень фанатичности граждан, которые могли удостоиться звания туриста Конечно, полная изоляция от мира не могла себе позволить и такая страна, как СССР Потому комиссия по выездам за границу при ЦК ВКПБ работала еще с сентября 1927-го Но легче от этого не было никому Ведь поездки эти были только рабочие и только в составе делегаций Писатели, артисты, ученые и прочая элита, которые составляли основной путешествующий контингент Проходили строжайший идеологический отбор по признаку так называемой благонадежности По сути, то, что можно назвать выездным международным туризмом, появилось в СССР лишь в 1955 году Это было связано со смертью Сталина и разрядкой международных отношений Туризм, наконец, начал рассматриваться как экономически выгодная сфера Но процесс выезда это, однако, не упростило До этого еще целая эпоха Счастливчиков проверяли на разных уровнях, от профсоюза до ЦК партии Потенциальный турист должен был сдать экзамен Например, если человек собирался в ГДР, он обязательно должен был знать председателя коммунистической партии Германии И что тот сказал во время своего выступления на последнем съезде Турист должен был свободно ориентироваться в материалах съездов и пленумов КПСС Истории рабочего движения Все члены выезжающей группы, например, с 70-х годов, обязаны были ознакомиться с содержанием брошюры под названием СССР 100 вопросов и ответов Это должно было спасти советскую душу при контакте с демоническими иностранцами А то есть со шпионами Говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж Высмеивал эту процедуру промывания мозга Владимир Высоцкий в своей песне «Инструкция перед поездкой за рубеж» Самая распространенная причина отказа на выезд – наличие компроматов Под эту категорию могло попадать что угодно Например, не вовремя рассказанный анекдот о Брежневе Очень плохо, если у вас оказывались родственники за границей Ведь вам было к кому бежать К слову, интересно Задумывались ли обыватели страны, что в их волшебные края из западных стран не пытался бежать абсолютно никто? Не выпустить из страны вас могли даже если вы просто состояли в разводе Развелись с женой? Значит и родину придадите Конечно, при таких условиях большую роль играл и человеческий фактор Слишком бдительные и осознанные коллеги и знакомые всегда могли донести про вас важную информацию Существовали также и негласные договоренности Например, известен случай, когда глава Бюро международного туризма получил строгий выговор в ЦК за то, что выпустил из страны косоглазого парня Это же плохая репутация для страны В стране советов не может быть косоглазых и хромоногих Обязательным этапом подготовки к поездке за рубеж было составление сложно структурированной группы Которая, например, в 1980 году выглядела следующим образом Из числа туристов, обязательно членов КПСС и имеющих опыт пропагандистской работы Выбиралась идеологическая группа из 4-6 человек Избирались староста, помощник старосты, а также казначей Избиралась также сувенирная группа, в обязанности которой входила покупка советских сувениров Которые дарились иностранцам или обменивались, ченчились на их сувениры Пастухи старались ни на секунду не отлучиться от своего стада Тщательно следили, чтобы все члены группы ночевали в отведенном месте Не общались с иностранцами, не читали зарубежных газет и тем более не заводили романов Частенько туристы только догадывались, кто из их группы был представителем КГБ Любой из проступков означал, что вы больше никогда не покинете пределы родины Это в лучшем случае Их учили, что любой человек за рубежом, пожелавший вступить в связь Любая улыбнувшаяся девушка, это скорее всего провокация И чтобы ни на минуту не ослаблять влияние советского информационного поля Велась серьезная работа Например, в 1978 году группа советских туристов Совершавших круиз вокруг Европы на теплоходе Карелия Вынуждена была всю дорогу прослушивать полное содержание книги Леонида Брежнева «Целина» Это лишь маленькая толика унижений и мытарств Которым подвергались желающие увидеть мир Неудивительно, что у многих туристов, прошедших ад проверок При виде зарубежной свободы, в том числе и сексуальной Совершенно срывало крышу В их сознании, привыкшем к жестким ограничениям, такая обычная человеческая свобода путалась с беспределом Тут берут начало многочисленные истории о бесчинствах, творимых советскими гражданами за рубежом Проваренные в чистках как соль, согласно Мандельштаму, избранники нередко пускались во все тяжкие Гуляли, как в последний раз Руссо Туристо Облико Морали Эту фразу из бриллиантовой руки помнят все, но, видимо, не все знают, какая тонкая насмешка под ней скрывалась Ночные пьянки и дебоши – обычное явление в отелях, где останавливались эти самые руссо туриста А что касательно пикантных приключений Известны случаи, что старшие по группе закрывали девушек из страны, где секса нет, на ключ И пристраивали к дверям часового, так как те постоянно удирали туда, где секс есть Свободные люди производят больше материальных ценностей, чем несвободные Так вообще-то считал Карл Маркс Но об этом начисто забыли в социалистическом обществе В результате на члена этого общества слова «джинсы», «магнитофон», «Кока-кола» Производили гораздо большее впечатление, чем свобода, равенство и братство Зато певцы у нас лучше, утешались они Истерически скупая заграничные шмотки и технику В своих мемуарах Владимир Войнович упоминает призабавнейший эпизод Об одной ортодоксальной гражданке, которая, попав впервые на Запад, а точнее в Мюнхен Зашла в обычный немецкий магазин Пока она рассматривала многочисленные сорта сыра и колбас, то как-то еще держалась Но, увидев наличествующие в ассортименте виды туалетной бумаги Белой, розовой, в цветочек, в горошек и в клеточку потеряла сознание Но, конечно, не хлебом единым Не только материальные блага впечатляли советских пришельцев Было и кое-что посильней А именно, разрушался самый сильный миф идеологии Оказывается, существовала и другая точка зрения на все исторические и текущие события И Советский Союз она представляла далеко не в лучшем свете Например, в 1983 году советский летчик по ошибке сбил южнокорейский Boeing 747 В это время, по неудачному стечению обстоятельств, в Японию и из Советского Союза Прибыл на гастроли из Москвы Большой драматический театр Невиновные, конечно, артисты театра, тем не менее, смогли в полной мере ощутить отношение к Советскому Союзу Как всегда, версия мировых источников информации отличалась от советской Которая на волне эмоций поначалу гнула линию своей правоты Заявив, что самолет преднамеренно вошел в воздушное пространство СССР Лишь потом выяснилось, что произошло чудовищное недоразумение Помноженное на атмосферу холодной войны А тогда простой гражданин мог ориентироваться только на мнение партии Сказал же Андропов Людей, конечно, жалко, но наша служба ПВО действовала правильно Значит, так и есть И как же были поражены тогда артисты БДТ, услышав определение их самой дружественной в мире страны, как империи зла Монолитное единство советского народа и его железная сплоченность вокруг родной партии и правительства Требовали от меня полного отрицания нашей вины в гибели несчастных пассажиров Но предательский гамлетизм беспутного сознания заставлял считать виноватым именно себя У коллектива на этот счет сложились различные мнения Но плакат «Вы убили нашу семью» произвел сильное впечатление на всех Писал актер Владимир Рецептер Конечно, такие факторы, как красивые шмотки и качественная еда, отсутствие очередей и роскошная туалетная бумага Это не главные факторы волшебного превращения из туриста в беженца И сегодня гораздо более благоустроенная вроде бы Россия каждый год теряет огромное количество своих людей Хотя этой благоустроенности сегодня остается все меньше и меньше Благодаря политике Путина, вызвавшей невиданные доселе санкции, Россия семимильными шагами движется вперед в СССР Причем в намного более худшую версию Советского Союза И бегут не только рядовые граждане, но и лучшие прогрессивные умы В начале года о своем решении покинуть Россию высказался известный писатель, публицист и драматург Виктор Шендерович Который в конце января 2022 года, буквально за месяц до войны, вместе с другими известными учеными, писателями, журналистами, правозащитниками России Выступил против возможной войны с Украиной В декабре 2021 года Минюст РФ внес Шендеровича в реестр СМИ иностранных агентов Ничего не напоминает? Список известных россиян, выехавших из РФ после 24 февраля, огромен Тут и Невзоров, и Хаматова, и Пугачева с Галкиным, и даже Чубайс с Дуней Смирновой Перечислять список полностью не будем, можете погуглить сами Однако, например, интересный факт Уже весной московские и питерские театры столкнулись с беспрецедентными кадровыми изменениями По причине выезда из РФ большого количества актеров Вместо послесловия 16 июня 1961 года в Париже свой знаменитый прыжок к свободе совершает один из самых гениальных артистов балета мира На тот момент советский подданный, ведущий танцовщик Кировского театра Рудольф Нуреев «Я хочу быть свободным», — сказал он французским журналистам После того, как чудом в последнюю секунду успел вырваться из рук КГБшников, желавших насильно вернуть его на родину Он вступил в полную неизвестность, не имея ни денег, ни одежды А там в СССР остались его мать и сестры И тем не менее, он это совершил Потому что свобода, первостепенная потребность полноценного человека Это самый большой дефицит в той, сказочной в кавычках, советской стране А как показывает сегодняшний день, свобода уже в огромном дефиците и в Российской Федерации Это СССР 2.0, мчащимся в бездну мракобесия и человека ненавистничества Спасибо за внимание Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео Поддерживайте нас на Patreon Это помогает авторам развивать канал Кроме этого, можно воспользоваться новой функцией YouTube-а спонсорства Кнопка «Спонсировать» есть возле каждого видео и на главной странице канала До новой встречи! Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok